Газета номер 2, август 2010 года, интернет-газета Малахов ПРО, здоровье, счастье, жизнь. Содержание номера, оздоравливающие объединяйтесь, как правильно укреплять собственный иммунитет, с чего начинать самооздоровление, вопросы почистки печени, о камнях в желчном пузыре, разбор статьи, места с негативной энергией, сережки на ушах, опасная геопатогенная зона, мобильный телефон, также опасная геопатогенная зона, и другие. Вы их видите здесь все, содержание номера перед вами. На некоторых статьях я остановлюсь подробнее, так, чтобы у нас время на один номер газеты было не более 10 минут. Вторая страница ответа и разъяснения. Практика показала, как правильно укреплять собственный иммунитет. Вот на этой статье остановимся несколько подробнее. Дело в том, что существует очень много различных понятий, которые люди вкладывают, что такое иммунитет. А мы под иммунитетом будем понимать способность организма распознать, уничтожить и выводить вон из организма генетический чужеродный материал. Ну, это такое общепринятое научное медицинское название. Я бы сказал, что под иммунитетом необходимо понимать способность организма как противостоять чужеродному влиянию, так и способность быстрого восстановления. Значит, ранку получили, иммунитет сильный. Раз, она восстановилась без шрама дня за два, за три. А у других на это требуется неделя. А в старости, вы знаете, есть люди, которым 80 лет и чуть меньше, чуть больше какая-то ранка есть, и она буквально такими месяцами у них заживает и не может зажить. Вот, поэтому под иммунитетом надо понимать способность самого организма, как защищать себя, так и восстанавливать после перенесенных каких-то там травм. Ну, статья большая. Статья большая, и вы здесь найдете очень много важного, полезного. Ну, это вот я вот разбираю все. Значит, первое, это что тут? Это причины, приводящие к приобретенному иммунитету, какие? От стрессов как избавиться? Избыточно несвойственное человеку питание, тем более сейчас говорят, что иммунитет современного человека, вот там он ослаб, надо там вакцины делать, особенно вакцины делать новороженными буквально, и где-то в течение первых двух лет надо там делать чуть ли не 25 этих вакцин, которые научно вообще-то не обоснованы, почему их надо делать. В это время как раз формируется иммунитет, и очень легко его, ну, будем говорить, питанием, образом жизни, и особенно внесением чужеродного материала, который подразумевает под собой вакцинацию, ну, сделать очень и очень уязвимым. Вот, разбираю пахунность применения антибиотиков, в чем она заключается, как действует антибиотик, чтобы ясно и понятно было, о чем речь. Много вопросов, с чего начинать оздоровление. Ну, одна из таких задач, это в первую очередь, если вы начинаете, собственно, оздоровление, это избежать геопатогенной зоны, либо ее устранить, потому что она будет действовать постоянно, и все ваше самооздоровление пойдет на смак, что бы вы ни делали, если вы находитесь в геопатогенной зоне, то толку особо не будет. Значит, вопросы по очистке печени. Можно ли чистить печень, если удален желчный пузырь? Можно, вопрос спрашивается, разбираем. И была статья, которую я разобрал, о камнях в желчном пузыре. Вот. Можно ли их дробить, не можно, помогают ли эти процедуры, или не помогают в очищении печени. И должен сказать, что люди, которые написали эту статью, вот, очень важно, чтобы ты сам хотя бы что-то минимально в этом плане сделал. Если ты, ну, ничего не делаешь, а просто, а, масло смешивается с лимонным соком, образуется там какой-то зусток, вот, вот этот зусток, он выходит в виде зеленых камней, и, значит, это вот, якобы результат чистки. Мол, не чистится печень, а просто идет реакция в желудочно-кишечном тракте между лимонным соком и оливковым маслом. Так вот, так как я это дело, неоднократное дело, чистил свою печень, я знаю, что да, пускай вышли бы там какие-то вот эти вот изумрудные камушки, вот, но если бы при этом не изменилось бы самочувствие в лучшую сторону, улучшился обмен веществ, уменьшилась жировая прослойка, появилась масса сил энергии, вот, то вот он эффект, а не в том, что действительно какие-то там камушки вышли, ты чувствуешь реальное улучшение своего здоровья, увеличение жизненных сил. И, как правило, где-то одна чистка мало действует. Через примерно недельки две надо вторую, потом через недельку третью, потом через недельку четвертую, чтобы хорошенько печень прочистилась, потому что она состоит из четырех доль, и каждую из них надо очистить. Вот такое интересное направление, как очищение печени с помощью идиомоторных движений. Значит, очень много вообще различных вариантов очищения печени, и с помощью масла оливкового сока. И вот, например, с помощью мысли идиомоторных движений, вы представляете, как у вас печень сокращается, и она начинает невольно сама сокращаться. Значит, за счет этого улучшается циркуляция в ней крови, значит, открываются сосуды, улучшаются обменные процессы, и она действительно начинает лучше давать желчное отделение, лучше она начинает работать, что-то там дробится, выводится. Вот, очень много вариантов, и вот этот один вообще из них, ничего вы не применяете, кроме собственной мысли. Кстати, собственная мысль наша самый лучший врач и хирург, если мы умеем ей пользоваться. Вот рецепт от камней в печени и желчного пузыря отца Георгия, наместника Тимошовского монастыря. Очень простой. Взять один килограмм картошки, удалить глазки, хорошенько помыть, залить шестью литрами воды и варить в мундире. Сначала на сильном огне довести до кипения, а затем на слабом в течение четырех часов. Затем слегка подсолить и сделать пюре. Должно быть очень жидким. Пюре поставить на несколько часов, чтобы она отстоялась. Когда все осядет, над ним должна образоваться чистая водичка. Ее слить в отдельную емкость. Это и есть чудо-лекарство, которое надо пить по две столовые ложки три раза в день за 30-40 минут до еды в течение 40 дней. Отец Георгий сказал, что водичка дробит не только камни и песочек и желчного пузыря, но и лечит печень, помогает при водянке. То есть вообще я знаю очень массу различных рецептов. Вот еще один из них. То есть здесь уже три рецепта перечислены, три направления. Чистка печени, оздоровление. Интересная методика продавливания живота. Это уже тоже такая своеобразная, своеобразный массаж внутренних органов. Очень хорошо влияет. Вы можете почитать эту статейку более подробно. Очистки печени, различные вопросы. Задают вопросы, спрашивают. Да вот, пожалуйста, я на них ответил. Можно ли, не можно ли, как помогает и не помогает. Места с негативной энергией. На эту тему имеются различные статьи. Ну вот, одна из них я тут разбираю. Вообще, это такие статьи редкие, но хотелось бы заметить, они очень и очень важны. Помогают разузнать важное о меховой одежде, кому она подходит, кому она не подходит. Теперь о народной медицине. Как избавиться от заиканий, опыт лечения геморроя, как избавиться от родимого пятна, опыт оздоровления щитовидной железы и так далее, и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok